сегодня отличаемся от arduino и немного поностальгируем в общем спас от помойки вот такой вот раритетный раритет вроде бы даже в таком неплохом состоянии но то что оригинальная коробка сохранилась это вообще просто чудо в общем такой старый советский приемничек в комплекте даже есть блок питания не знаю насколько он оригинальная 9 вольт ну каких-то лохматых годов есть даже инструкция с гарантийным талоном а значит мы можем узнать дату производства дату выпуска выпущен выпущен он был в сентябре 84 года радиоприемник сокол 308 стоил 77 рублей безумных денег есть у нас такая вот инструкция переносной приемник комплектация приемник и 6 батареек 343 штекер принадлежности штыкер поповка вкладыш мешок полиэтиленовая одна штука приемник третьего класса так диапазоны средние волны короткие волны и у кого именно у кого не fm ничего себе схема есть оригинальная полностью вся схема со всем расположением даже есть схема намотки этой схема кинематическая шкально вертикального устройства на коробке больше ничего интересного нет кроме каких-то сжат заряжи залежи непонятных то есть она сверху так вот открывалась это уж точно мусорка уедет хранить это смысла нет никакого а вот показать было интересно так был питание там видны диоды диодного моста конденсатор по моему современные потому что уже доделывал так и здесь ну а здесь пломба вскрыта так что внутри уже кто-то лазил данное состояние собственно его есть надписи конечно не очень хорошо надо будет все смывать ну и в целом все-таки когда они прошли даром он довольно грязные отсек для батареек туда что то есть какие-то палочки тоночки контакты в хорошем состоянии к вам где плюс это дитина ксен непонятно зачем то есть состояние весьма и весьма неплохое можно даже попробовать отреставрировать если конечно в правном состоянии ну или отремонтировать по крайней мере в принципе вещь советская будет чувствуется немножко вибрирует трансформатор до разъемчик немножко раздолбаны так 10 вольт действие 2 вольта обратите внимание что плюс находится сверху то здесь сделано по уму наверное это требует отдельного пояснения но такой же круглый разъем современные да похож и в этих разъемов в центре плюс а здесь минус в чем суть когда вставляется этот разъем чек первым соединяется центральный контакт и он соединяет и должна соединяться здесь масса они плюс то есть раньше делали по правильному почему поменяли непонятно так ну и мертейный номер 9 вольт ну и включение ну что-то пытается фм ну или у кого а вот регулятор громкости как обычно шалит я тоже обожаю боулинг раз аппетит умираю с голода это видимо 2 канал или какой-то телевизионный здравствуйте проходите неплохо так и звучит кстати это видимо свет эту помеху дает сейчас попробую подключать так не этот вот пока побудем без основного цвета модем стали какой-то работой цифра какая-то как мы заметали к у меня точно забанят поэтому идем дальше какой-то радио китая до резистор тут регистром нужно лучше здесь делать что заглянем вовнутрь сначала внутрь блока питания да конечно блин советские болты которые не подходят ни к одним отверткам тут еще и закисших добавок так трансформатор трансформатор нагрелся конечно это вообще непонятно что то ли диод просто а это просто клеммник здесь из дроссель пара диодов пара дросселей конденсатор нет конденсатор советский еще тех времен да блок питания конечно в плачевном состоянии думаю что его нужно будет сменить потому что он и проживевший здесь и трансформатор стрёмный к тому же он греется возможно даже пробитая ну и провода вот эти они тоже сейчас по современным меркам никуда не годятся так ну и сам приемничек да разъемчик опять же в общем с блоком питания нужно будет что-то решать кстати есть одна небольшая странность надписи это все на английском и здесь же все то есть вроде как экспортный вариант но диапазон все равно у кого смотрю на то что написано здесь fm фиг знает отличались вроде бы должна была версия быть именно с fm диапазоном так не сломать бы еще ничего так антенна так антенна прикручена ну как бы вот что здесь внутри наверное вот так вот будет нагляднее опять же стоят эти кондеры к 50 которые вроде должны уже были высохнуть вроде не фонит а вот один вздутый есть кондеры нужно будет здесь по поменять схема есть какие конденсаторы можно будет даже узнать не выпаивая куча контуров которые как они их настраивали вообще уму непостижимо так ну и вот же этот регулятор громкости который еще и заркизов добавок далее уже разбирали здесь видны следы отверток везде но вообще плата в довольно неплохом состоянии там есть всякие такие вот окисловых болтиков но это все мелочь конечно по сравнению с тем что мало здесь быть страшные выходные транзисторы эти gt-404 да я разбираю его но это прежде всего чтобы нормально отмыть корпус ну и вообще посмотреть его внутреннее состояние опять же нужно будет еще найти этот переменный резистор на громкость либо пробовать этот отремонтировать монтаж конечно настройка здесь происходит таким вот образом это вам не цифровая шкала что касаемо чистки и мойки этих корпусов ну тут никаких секретов нет берем мыло с теплой водой кисточку самую обычную но кисточку жательно укоротить чтобы она была пожестче с корпуса снимаем все элементы потому что мы их можем попросту залить водой но это в основном касается динамика так но кисточку я все-таки укорочу берем ножницы в общем процесс до безобразия прост да и вот эта вот процедура она еще отбивает запах подвала у старой техники думаю принцип понятен дальше снимать не имеет и займемся заменой конденсаторов ну не факт что я буду все менять но вот этот пухлый поменять все таки стоит вообще хорошо оплату чтоб спирта натереть потому что она пахивает подвалом да и что касаемо пайки вот этих гейтинаксовых плат перегревать их крайне нежелательно поэтому по возможности опускаем температуру паяльника и используя ему лавоотсос вот они еще выводы все подогнуты в общем делать это все нужно крайне аккуратно потому что потом придется восстанавливать еще и дорожки с этой стороны был такой вот страшный конденсатор на 200 микрофарад 85 года выпуска он залитый здесь эпоксидкой так ну вот нашелся 220 на 35 вольт но они разные по по ногам там будем как-нибудь выкручиваться опять же был бы он новый вопросов бы не было ну и посмотрим сколько там емкость это осталось в этом конденсаторе так нас интересует емкость разрядим его здесь там конечно что-то осталось 257 микрофарад на нем написано 200 ну в общем конденсаторы тогда менять смысла то и нету значит конденсаторами определились осталось только разобраться с этим резистором который на громкость вот так думаю что стоит попробовать его отремонтировать ну для этого его нужно снять зачем я говорю чуть-чуть перегрел и все дорожка поплала какие тут есть пути решения проблемы ну конечно в идеале его сменить и найти такой резистор еще в принципе реально хотя и затруднительно и скорее всего он будет без выключателя придется собирать из двух один современные переменники ну сюда попросту не станут не станут именно физически можно еще попробовать его почистить ну если там графитовый слой еще не высыпался то вполне реально его еще оживить поэтому отгибаем вот эти вот скобы да да предоставительно его нужно отвернуть в левое положение чтобы зафиксировать выключатель чтобы потом не думать как его ставить и снимаем соответственно вот выключатель отдельно и вот резистор в общем какой план лечения сейчас отутру его спиртом чтобы брать вот эту белую полосу непонятно что это то ли засохшая смазка то ли грязь какая-то в любом случае ее нужно будет убрать а потом я подогну вот эти вот она щеточки которые здесь ходят по этой поверхности так значит берем зубочистку и мочим ее в спирте а потом протираем вот эту область ну вот что это грязь какая-то просто попала и теперь попробуем звенуть вот эти вот ползунки ну этот наружу а тот во внутрь то вот отводим его в самый край вот он челкнулся легонечко расталкиваем их как бы ладно собираем его обратно поэтому отводим его в левую часть нужно так чтобы вот эта вот верхушка вот эта попала вот этот паз вот ручка стоит включение выключение отлично теперь вставим его и загибаем вот эти уши соответственно ставим его на место вот ну как-то так ну теперь остается только собрать это все дело в едино ну и начнем с динамика динамичек здесь 0.5 ГД 37 на 8 Ом вполне живой динамик так ставится он вроде как сюда и прикручивается вот такими вот скобами вот эти два провода которые идут на динамик ну зеленые и белые а на динамике здесь есть вот зеленая точка где указана полярность не знаю насколько видно будет эту точку но она там есть все стало ничего вроде бы не мешается прикручиваем сюда вкручиваются вот такие вот стойки к которым крепится верхняя крышка интересно то что они вот эти вот вкручиваются в пластик такое сомнительное решение ну что остается только прикрутить антенну и закрыть крышку вроде бы сюда вот как эта вставлялась уже и не помню так вот последний штрих это заглушка сюда да во время чистки немножко по отваливались названия но это думаю мелочи работать это никак мешать не будет вот уже в собранном виде регулятор громко все работает без никаких нареканий в конце на экран тоже какие то ловит то что он работает конечно замечательно но остается открытый вопрос с блоком питания есть у меня вот такая вот вещица но вещица это 12 вольтовая у него есть вот такое вот удобное подключение для кабеля это вроде как блок питания с какого то видеонаблюдения суть важна и ему еще вилку нужно будет поставить но это уже все мелочи главная проблема в том что он 12 вольтовый посмотрим что у него внутри замечательно у нас есть трансформатор и есть стабилизатор 7812 то есть можно поставить сюда просто 9 вольтовую кренку никаких проблем с доработкой этого блока питания я не вижу поставил я сюда стаб LM7940 это стаб вроде АМС-1117 с низким падением напряжения ну с распиновкой 7812 ну и подключил сюда провод вот этим вот круглым разъемом ну который я показывал ранее снимать это уже не стал и так все это дело растянулось ну и вилку соответственно тоже эту поставил старую кстати провод этот довольно тонкий пришлось его еще дополнительно залить цеплями главное что все работает 220 подгорел светодиодик ну и включаем его в 9 вольт стоит FM да свет помеху дает даже на FM ну на этом наверное все наверное единственное чего здесь не хватает это конвертера на FM диапазон ну это уже все мелочи вообще чувствительность приемника на КВ просто поражает 1 станция следом да вот я три я Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...